Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Более 500 проектов. Подготовка к празднику Великой Победы идет полным ходом. Спасительный Хивус. Сотрудники МЧС пришли на помощь жителям Коростова. Криминальный треугольник, когда ревность доводит до скамьи подсудимых. Во всех без исключения муниципальных образованиях, каждое памятное место должно быть образцовым состоянием. Контроль за этой работой прошу обеспечить самый серьезный, заявил губернатор Павел Малков на заседании оргкомитета Победа. К 9 мая все должно быть чисто, окрашено, а зеленые зоны полностью благоустроены. Кроме того, в этом году отремонтируют и облагородят большое количество братских могил и захоронений. Общее количество проектов в области около 500. Подготовка к празднованию 78-й годовщины Великой Победы в Рязани уже идет полным ходом. Но понятно, что только лишь 9 мая список мероприятий не ограничен. Сохранение памяти погибших в годы Великой Отечественной – дело на весь год. Хозяйственная часть на места к празднику должна быть на уровне. Задачи всем известны. Это и приведение в порядок всех мемориалов, захоронений, других памятных мест во всех, без исключения, муниципальных образованиях. То есть каждое памятное место должно быть в идеальном, в образцовом состоянии. В этом году никаких кардинальных изменений в графике празднований не предусмотрено. Основной план включает в себя 70 мероприятий регионального масштаба, а вместе с муниципальными акциями их более 500. В этом же году будет издан 13-й том книги памяти «Солдаты Победы» 1941-1945 годы. В нем увековечат имена солдат из Шацкого района. В области облагородят 5 воинских захоронений. Особое отношение ко всем участникам Великой Отечества. Самое пристальное, самое главное внимание должно быть уделено ветеранам. Каждому участнику Великой Отечественной войны. Поддержка должна быть буквально во всем. Начинает решение каких-то бытовых вопросов, доставки продуктов, например, до вопросов юридической помощи. Каждый ветеран должен быть окружен заботой и вниманием. Памяти Великой Отечественной сегодня тесно перекликается с современной специальной военной операцией. Ряд проектов так или иначе в этом году будут связаны с героями СВО. На Богородском кладбище возведут аллею памяти, установят две скульптуры ангелов, облагородят территорию. Общественники уже начали благотворительный сбор. Павел Молков идею создания аллеи памяти поддержал. Единственное, что попросил, ускорить возможность отправки средств от благотворителей. Через специальный QR-код. Не совсем обычную спецоперацию провели рязанские спасатели. Из села Коростово, по-прежнему отрезанного водой от большой земли, они эвакуировали женщину, используя хиву с катер на воздушной подушке. Экстренную эвакуацию во время половодия сотрудники МЧС проводят довольно редко, но иногда такие истории происходят. И они сразу превращаются в настоящую спасательную операцию. На этот раз вызов пришел из отрезанной от большой земли деревни Коростово. Пару дней назад местная жительница, по ее словам, резко поплохела. Появилось недомогание и боли в ноге. Местный фельдшер после осмотра рекомендовал госпитализацию. И вот тут на авансцену вышли спасатели. Поступил вызов от жителей Коростово, женщине требовалось помощи перенаправить в больницу. Коростово отрезано у нас сейчас водой. На данный момент разлив. На катере, на СВП, катер воздушной подушке Хилл С-10, мы отправились с помощью спасателей ПСС на воде. Доставили женщину до скорой помощи для оказания дальнейшей медицинской помощи. Все в итоге закончилось хорошо. Женщину доставили в больницу. Кстати, за все время разлива это всего лишь второй такой случай экстренной эвакуации. 26 марта на плавающем транспортере из Заокского в больницу переправили женщину с травмой ноги. На сегодняшний день в Рязанском районе продолжают дежурить два транспортера. Уровень воды в оке стал заметно ниже. Он упал на 17 сантиметров, а в реке Мокша на 8. Пока что подтопленными по-прежнему остаются 4 низководных моста, 6 участков дорог, 146 приусадебных участков. В воду и отрезаны 6 населенных пунктов. Но стихия медленно, но верно отступает. От статьи нанесения тяжких телесных до убийства. Такое уголовное дело передали и следственные части в следственный отдел. И снова причина ревность. Подробности дела далее. Потом оттащил кучу, сентября, капка, голова. Отащил обвиняемый своего бывшего друга, собутыльника. Познакомились они год назад, как и положено, по сценарию в рюмочной. Знакомились трое. Пострадавший, обвиняемый и его сожительница. Затем вместе дружили. Выпивали тоже вместе. Продолжалась эта идиллия до тех пор, пока обвиняемый не пригласил знакомого к себе домой. Сам обвиняемый у нас пошел полежать после того, как выпили достаточно большое количество алкоголя. Остались на кухне уже потерпевшие и сожительница обвиняемого. И по словам данной сожительницы, как свидетеля у нас, он начал к ней приставать. Это увидел проснувшийся обвиняемый. Подошел к нему и стоя к нему, получается, лицом, а потерпевший стоял спиной к нему, взял нож и воткнул ему, получается, со спины слева и причинил колторезанную рану, грудной клетке как раз слева. Отзываться начал туда-сюда. Потом развернулся к столу, куда нож. Раслонил его в нож, дальше он упал. Как упал? Ну, как он упал, я не помню. Вот так, наверное. Потерпевший выжил. Поэтому сначала уголовным делом занималась следственная часть по части второй статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Спустя неделю потерпевший скончался. Тогда дело передали следственному отделу. Статья тоже изменилась. Теперь это убийство. Были назначены дополнительные генетические экспертизы. Были изъят образцы крови уже трупа. И в ходе которой было установлено, что на одежде обвиняемого находится кровь потерпевшего, на ноже. Также на ноже находятся отпечатки пальцев обвиняемого. В связи с чем, нами была собрана достаточно такая доказательная база. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок до 15 лет лишения свободы. Что примечательно, сожительница обвиняемого его так и не навестила. Однако бывшая супруга вместе с детьми приехала к нему из самого Тамбова. Осужденные даже за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима. Если осужденный за преступление небольшой или средней тяжести уже отбыл не менее четверти наказания, то лишение свободы можно заменить принудительными работами. При рассмотрении ходатайства в суде обращают внимание на характеристику осужденного. Свою историю любви Алексей и Елена называют сказочной. Познакомились по счастливой случайности в магазине. Алексей влюбился с первого взгляда. Взял у Елены номер телефона, начали встречаться. Свой секрет Алексей долго скрывать не стал. Чуть ли не на первом свидании признался, что в данный момент отбывает наказание по 228 статье. Каждый может ошибиться, оступиться, но не каждый может вернуться обратно к нормальной жизни. Я стремлюсь к нормальной жизни. У меня семья, как сами видите. И никаких мыслей, побуждений к старым делам возвращаться вообще нет. То есть, ну все, у меня растет ребенок и, понимаете, ну, я не вижу смысла в старой жизни вообще. Все, теперь жизнь новая и все. Я могу с ним видеться по выходным. То есть, как бы, я могу с ним созваниваться. Да, ну это очень вообще, это очень здорово, что он может видеться ребеноком. Алексей Михеев отбывает наказание в исправительном центре. Но условия содержания тут другие, по сути, как в общежитии. Есть своя библиотека, столовая, прачечная, спортплощадка. В общем, практически никаких отличий. При должных поощрениях можно и за территорию выходить. Главное, вернуться вовремя. И трезвым. Осужденный имеет право обратиться в суд, хотать, если он заменит участие наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ, то есть с последующим отбаванием наказания в исправительном центре. Для этого осужденный должен положительно характеризоваться, иметь поощрения, не иметь изысканий, добросовестно относиться к обучению в стенах исправительного учреждения. В прошлом году поступило 400 ходатайств о переводе осужденных в исправительные центры. Удовлетворено было 40%. В том числе и ходатайство Бориса Забегайла. В колонии строгого режима он зарекомендовал себя с положительной стороны. Трудится он в цехе по производству пластиковых окон. Да и строительная сфера ему близка. Сам 18 лет построил дом. Хотелось бы быть с семьей поближе, чтобы общаться, чаще видеться. Это самое главное. И стимул тоже как бы работать. По статистике в СИН сейчас больше осужденных склоняются к переводу в исправительные центры. Отбор, конечно, строгий. Однако между общением с родственниками, будущим трудоустройством, работой или колонией строгого режима выбор для многих очевиден. Осужденных принудительным работам, которые поступают к нам в учреждения, в исправительном центре, получают что? Они у нас без изоляции от общества. Они у нас все практически трудоустроены. Получают специальность, которую обеспечивает им гарантированное трудоустройство. Через год Алексей Михеев имеет право подать заявление на условно-досрочное освобождение. Сам он из Ростовской области. Но теперь планирует остаться в Рязани. Здесь жена и ребенок. Возможность остаться на работе по своей профессии. В общем, вернуться к обычной жизни. День города Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Более 10 тысяч человек стали участниками регионального отделения «Движение первых» в Рязанской области. Промежуточные итоги деятельности движения подвели на первой конференции «Поехали». Участниками мероприятия стали школьники, студенты, их педагоги и наставники, представляющие первичное отделение. «Поехали» Это и слеты, и сборы, и отдельно для наставников, отдельно для лидеров движения, отдельно просто для ребят по 12 направлениям. Это и смены во всероссийских детских центрах и лагерях, не только причем актива. Это различные семейные фестивали, различные туристические семейные фестивали, много-много разных акций. Программа форума «Первых» была довольно насыщенной. В начале с театрализованной постановкой «Дружная семья, дружная Россия» перед ребятами выступили юноармейцы 58-й Рязанской школы. Затем себя показали курсанты патриотического центра «Звезда». Вторую часть форума посвятили практическим занятиям. Ребята провели самый настоящий мозговой штурм. Придумывали новые акции и проекты, которые организационный комитет пообещал обязательно рассмотреть. Быть первым – это значит быть первым во всем. Это значит первым быть не трудно, но не быть – это труднее. Быть первым – это значит всегда участвовать во всем. Быть первым для меня значит уметь вести за собой людей, быть профессионалом в чем-то своем, в своем деле. И отличаться от других – это главное. Сегодня в Рязанской области создано 268 первичных отделений движения. Они уже объединяют порядка 10 тысяч человек. В ближайшее время активисты движения присоединятся к проектам «Мы – граждане России» – хранители истории, волонтерства и добровольчества. Сюжет подготовлен по материалам городского школьного телевидения «Марс ТВ». Имя Маргариты Будылевой в мире искусства известно каждому. И хотя известна она как рязанская художница, детские годы провела в Тбилиси. О том, каким Маргарита Левкоевна видит родной город – ее персональная выставка. Жила-была в одном городе художница, и очень она любила свой родной город. Да так, что его улочки и жителей переносила на полотна и создавала картины. Художницу эту зовут Маргарита Будылева, а тот самый город называется Тбилиси. Впечатление, которое рождается от таких живописных прогулок по улочкам детства художницы, сродни сказочному погружению в атмосферу. На этих улицах старинные дома помнят не одно поколение своих обитателей. Там неспешно текут мирные разговоры. Хозяйки сушат белье, заботясь о чистоте и уюте в доме, а цветущие глицинии весной и золото осенних листьев напоминают, что всему в этом мире свое время. И счастлив тот, кому не о чем сожалеть на склоне лет. И так из века в век. Дома выглядят так, как в Рязани еще даже не знают, что так дома могут выглядеть. Вот, допустим, веранды в восточном стиле. Такие какие-то старые вещи, старые балконы, веранды. Это все очень характерно для Тбилиси, для старых его районов. Я любила писать этот город, потому что мне хотелось сохранить его своеобразие, многообразие культур, ведь Тбилиси – город многонациональный, говорит художница. В Рязани она переехала в 1994-м, и работы, посвященные городу детства и юности, стали появляться уже по воспоминаниям, по привезенным с собой наброскам. Я там родилась, там родился мой отец, который в 20-е годы еще, помню, караваны туда заходили. Так что этот город очень такой на перекрестке между Западом и Востоком. Особое удовольствие рассматривать картины Маргариты Левкоевны и подмечать детали. Тонко выписанные оконные решетки, кованые ограды, разной формы, оконные арки. А еще наслаждаться фактурой, пусть даже неосознанно. В выставку вошли работы, написанные пастелью, акварелью, маслом. Некоторые художницы дополнили кусочками ткани, добавив объемности. За счет этого город становится почти осязаемым. Тбилиси рисовался в 19 веке, как только вот туда пришли русские. Очень много. Это Григорий Григорьевич Гагарин замечательные наброски нам оставил. Его считали дилетантом, а так смотришь на его вещи, удивляешься, насколько они мастерски сделаны. Это влияние грузецких художников, а также, может быть, большой любви тбилисцев к тени. Потому что солнце там очень яркое, и желательно, чтобы его было поменьше. Это Маргарита Левковина говорит о колористике своих работ на тему Тбилиси. Приглушенные темные оттенки – дань грузинской традиции, где очень любят черный цвет. Так сложилось исторически. Кстати, работы, посвященные древней грузинской столице и ее жителям, по сей день появляются в мастерской художницы. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.egorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 10 по 16 апреля. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова